Показать своё умение во владении шашкой приехали более 100 участников из 13 городов и областей ЦФО. Чемпионат является главным соревнованием 2017 года по рубке шашкой в Центральном федеральном округе. Организаторы соревнований, а это Российская Федерация рубки шашкой Казарла, Смоленское отделение казачьего общества, областное отделение ДСААФ, Администрация Десногорской и Смоленской АЭС, Организация молодых атомщиков и Десногорское хуторское казачество постарались создать для всех комфортные условия, а также сохранить и развить культуру казаков в области спорта и славной традиции предков. Федерация, в которую мы входим и являемся отделением Федерации по рубке шашкой Казарла, в этом году стала всероссийской, поэтому мы приняли для себя решение, что чемпионаты Смоленской области и чемпионаты Центрального федерального округа будут проходить у нас. Участников чемпионата приветствовали президент Общероссийской Федерации Николай Еремичев, начальник областного управления общественных связей и информационной политики Кирилл Солок, начальник главного управления области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию Олег Иванов, глава Десногорска Андрей Шубин, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, атаман смоленского казачества Александр Культяпкин, протеерей Виталий Сладков. В нашем городе данное мероприятие в таком масштабе проходит впервые. Я надеюсь, что это у нас будет традицией. Мы ежегодно на территории нашего муниципалитета будем принимать фестиваль казачества. Зрители увидели уникальные показательные выступления джигитов из Воронежского отделения Федерации спортивной джигитовки. А затем начались сами соревнования. Рубка шашкой, джигитовка, пешая рубка, рубка с коня, фланкировка, экзамены по пешей и конной рубке. Для зрителей, гостей и участников соревнований работала полевая кухня. Праздник отличный, очень хорошая погода, не подвела, слава богу. Очень такое дружелюбное отношение со стороны людей, отличный дух казачества. Очень все так располагает к хорошему настроению, и я его получил сегодня. Ну, во-первых, отдать должное ребятам это хутору Десногорской, которые не побоялись просто, а сделали замечательный праздник не только для казаков, но и считаю для всех жителей Смоленской области. Подарили такой праздник. Вот. Это же не только рубка шашкой, это конкур, но еще и ансамбли. Все хотят победить, все хотят взять главный приз. Посмотрим, что могут люди, ну и покажем, что мы умеем. В рамках чемпионата прошел и фестиваль казачьей культуры «Богатица». Все семь коллективов награждены дипломами участников и памятными сувенирами. Вашего казачьи недавно, полгода, такого праздника я не видел еще. Мне очень интересно это посмотреть, послушать, пообщаться с теми казаками, которые воевали. Лошадок посмотрели, казаков. Ну, мы с внучкой, поэтому все интересно. Еще сладкую вату не пробовали, сейчас пойдем пробовать. Казаки – это своеобразный особый дух, сила, воли, культура и отдельный народ. И вот этот дух свой они привезли на эту землю, и это очень здесь чувствуется. И как-то удачно они вписались в местный пейзаж. Очень красиво, хорошо. И даже поднимается какое-то ощущение гордости внутри идет от того, что здесь такие вот сильные и красивые люди приехали показать себя. По окончании всех видов соревнований судьи подвели итоги и наградили участников чемпионата. Среди десногорцев отличились Сергей Шлыков. В категории У-7 – белый темляк. У него третье место. Михаил Иванцов в категории У-5 – красный темляк. Занял второе место. Победителем чемпионата стал Сергей Японишников. Из Тулы ему вручен и главный приз – кованая казачья шашка. Субтитры создавал DimaTorzok